Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Винтаж Стори, и в прошлой серии мы накопали довольно много железа. Этих запасов нам хватит надолго. Намного дольше, чем хватит запасов огнеупорной глины, конечно же. Также мы сделали стекла, и окна в нашем доме, у нас немного стекла еще осталось на теплицу, но мы немножко попозже с ней будем заниматься. Также мы нашли залежи золота в прошлой серии, и сегодня пойдем их раскапывать дальше. Там у нас еще помимо золота глина, торф рядом, там хороший такой большой карьер получится. И также мы первого свина привели к нам в загонщик, у нас теперь есть куры, толстороги и свиньи. О, что-то тут у меня не сложилось с загонщиком, видимо, ну ладно. А, не увидел там, да, самец на месте. Оказалось, что не хватает кого-то. И привели мы свинку эту при помощи веревки. Я напомню, если кто пропустил конец прошлой серии, у нас сейчас в версии 1.2, в экспериментальной, в нестабильной, кое-как работает привязывание веревкой животных, и можно таким образом дотащить их до базы, до дома. Веревка при этом как-то глючит, прыгать, ходить при этом тяжело, но кое-как можно это сделать. Это намного проще, чем бегать с ловушками, выискивать маленьких поросят, чтобы они в ловушку попались. И проще, чем переставлять корыто с едой, таким образом заманивая все ближе и ближе к базе животное. То есть, в принципе, эта тема кое-как работает. Если мы увидим где-то поблизости животных, да, то свиней, толсторогов нам, в принципе, больше, наверное, никто и не надо. То надо будет тащить их на базу обязательно. И вот наш карьерчик. С этой стороны у нас немного торфа есть. Он идет, давайте посмотрим, докуда. Да, практически до нашего карьера идет, да. Буквально пару блоков и можно все выкапывать это дело. Тут у нас уже река, не река, а озеро небольшое начинается. Поэтому сюда копать мы не будем. В эту сторону пока что, как минимум. Если копать, то надо будет застроить это дело. Можем убрать вот эту крышу. Мы все это делали, чтобы защитить свинку в прошлой серии. Чтобы она никуда от нас не делась. Сейчас нам это уже не надо. Эти блоки нам все пригодятся. Да, и земля вся нам это пригодится тоже. И лампочку, кстати, мы можем забрать. Да, тут она тоже не нужна. Я бы, может быть, переставил... Да, наверное, давайте мы переставим сейчас, может быть, куда-то. Вот, кстати, можно сюда поставить. Эти блоки не обвалятся. На них может что-то обвалиться. Но мы можем тоже минимизировать это. Вот таким вот образом расчистив территорию здесь, чтобы точно сюда ничего не обвалилось уже. И мы поставим сундук, наверное, сюда. Потому что в тот кварц нам нужно будет вкапываться. И там могут быть обвалы. Так. Где-то у нас с той стороны пещера, походу. Это интересно. У нас здесь единственное место, пока что, которое я видел из ближайших мест. С... Бурой? Бурой. Если бура, да, ударение на А. То бурой? Не знаю. Ну, короче. В процентах, которые пишут не просто то, что... Небольшие частицы там, да. А именно проценты. То есть, там... Ну, не проценты, точнее, а промилле. То есть, ноль там сколько-то, сколько-то промиль. Но все равно... Это... Наверное, все же лучше, чем просто, когда эти промилле не пишут. То есть, тут у нас шансы буру. Я не знаю, как правильно склонять это слово. Ну, в общем, мне кажется, что да. Найти шансы здесь будут повыше. Забираем всю вот эту глину. По идее, здесь с сундуком уже ничего страшного случиться не должно. Ну, и я предлагаю, наверное... Во-первых, еще сделать немножко повыше подъем сюда. Плотный, хороший такой, да. Укрепленный. Там все пусть обваливается снизу, неважно. Но нам, чтобы можно было удобно забираться наверх. Выходить отсюда и спускаться вниз еще тоже. Мы можем, кстати, поставить фонарик этот... Он где-нибудь здесь. Хочу вот здесь. И... Лестничку вот сюда. Лестничку сюда. И, в принципе, можем лестнички сэкономить вот так вот через одну... То есть, вот эту лестницу мы можем убрать. Такие. А вот там вот мы поставим лестницу. Да, это блок как раз, который не ломается. И, может быть, нам придется еще немножко глубже тут копнуть. Так. Окей. Пошли. А, да, я хотел точно, я забыл. Посмотреть, куда тут озеро идет. Вот это... Чтобы укрепить... Вот эту вот часть. Чтобы нас тут не затопило снова. А, все, хорошо, хорошо. То есть, дальше можем выкапывать все. И двигаться в сторону торфа. Ну и да, нас интересует тоже весь этот кварц. Потому что там, может быть, где-то еще спрятано золото. Может и не быть, конечно, но... Посмотрим. Я пока не знаю, да, это... Первые мои раскопки в золото. Ну, не считая того вот серебра. Мы в одной из прошлых серий там немножко покопали. Но там совсем. Потому что далеко от базы. И там мы чуть-чуть выкопали. И больше я... Не стал там... Ничего делать. А тут надо посмотреть хорошенько. Как... Золото распределяется по этому кварцу. И вообще, как... Как это все работает. Ну, торфа я бы тоже собрал бы с удовольствием. Тут кто-то рычал только что. То есть, где-то здесь у нас все-таки есть пещера. Давайте сейчас разгрузим... Вот это вот все барахло. Пойдем. И пойдем посмотрим. Для пещеры у меня, кстати, брони нет. Да. Надо... Надо не забыть об этом. Так. Вот это мы тоже все сейчас убираем. Раскапываем. О, кусочек золота. Хорошо. Так. Ну, вроде я немного расчистил то, что у нас тут засыпано было. Из раскопок с прошлой серии. Да, мы тут небольшой туннель начали в ту сторону копать. Но давайте мы покопаем все-таки в эту сторону куда-то. Потому что тут точно слышались... Звуки монстров где-то с этой стороны. Может быть, вниз, наверное, копнем сразу. Лесенкой такой попробуем. Как у нас там активность разлома низкая. Ну, в смысле, спокойная. Это хорошо. Факелы возьмем, наверное, сюда. Ну, вроде ничего даже не слышно теперь. На удивление. Может быть, попробуем... Просто вниз копнуть здесь. Ну, это уже далековато, мне кажется. Где-то в другом месте, наверное, пещера. Ой. Так лучше не копать. Звук поменялся. Как будто бы мы... В глубины какие-то вкопались. Но это, мне кажется, реально слишком далеко. И... Мы не отсюда слышали... Рев этих монстров. Мы можем попробовать еще немножко в ту сторону под озеро прокопать. В любом случае, тут кварц, который нам интересно было бы раскопать. Но там... Может быть, земля глубоко... О, да. Вот. Именно этого я и боялся. Блин, факелы. Тухнут факелы. Ну, вроде бы... Все. Больше не будет песка. Ну, в смысле, земли. Ну, наверное, будет. Оп. Не туда. Блин. Все мои факелы потухли. Я переключался между ними. О, нет. О, нет. Как я это ненавижу. Ладно. Предлагаю на один тайл ниже копать. Тут мы увидим все-таки... Может быть, не весь, но хотя бы часть кварца, если... Он будет туда еще дальше идти. Блин. Монстры задеспаунились там, которые рычали нам. Ну, ладно. Пока никого из монстров не слышно. И пока спокойная у нас активность разлома. Давайте мы дальше будем копать, пожалуй... А, да. Сейчас ночь наступит и факелов у нас нет. Черт. Но, в любом случае, будем дальше копать этот кварц потихонечку. Ну, не сам кварц, да. Нам сам кварц не надо. Выкапывать все нам не надо. Но делать такую шахтерскую сетку мы будем. Чтобы поискать золото, которое здесь может быть еще. Наверное, как-то вот так. В два тайла высотой, я думаю, нам хватит. И через каждые тоже два тайла, пожалуй, будем вкапываться вот в эту... О, вот кусочек золота мы уже нашли. Хорошо. И вот кусочек золота мы уже нашли. Живем. О, я кого-то слышал. Три кусочка золота. И вчера мы нашли сколько? Один, два тоже. Ну, короче, парочку. Ну, короче, да. Как-то вот таким вот образом... Будем все это дело раскапывать. При этом шанса на бал, по идее, у нас не должно быть. Пока мы копаем вот туннели в один тайл. Так, с этой стороны. На улице, по идее, никто спавнится еще не должен. Где-то вот там как будто бы. Так, ладно, нам надо в любом случае, наверное, возвращаться домой без факелов. Ловить тут особо нечего. О, блок кварца у нас упал целый. Мы его... Да, из него сделать ничего не можем. Давайте заберем торф. А, ну все. Пошли. Пошли домой. На следующий день сюда придем... Надо будет, наверное, еще с ножницами прийти и по дороге все вот эти вот кусты. И вообще всю эту растительность почистить. Мы сюда еще, может быть, дорогу проведем, чтобы хорошо, удобно было ходить. И не нужно было вот это вот прыгать. Но это, опять же, все со временем. Холодно становится. В 33, да, температура опускается. Но мы сейчас согреемся. Это не проблема. Уже 34, да. Дома температура у нас поднимается. Так, факелы мы все кидаем в костер. Чтобы они зажглись самостоятельно. Вместе с торфом кинем. Можем... Мясо там у нас есть чуть-чуть пожарить. Этого... Вот такого... Дичи. Так, и один факел я здесь оставлял где-то. Вот здесь. Надо его переложить сюда. Он будет потом... Ну да, пока можем зажигать все это дело. И надо, наверное, факелов сделать было бы еще. Но, опять же, ветки закончились. Надо пойти нарезать их. Так. Вот сюда. И остальной торф мы тоже сюда выкладываем. Для готовки нам торфа будет с головой. А все дрова лучше в этот пустить будет. В древесный уголь. Я думаю, так будет реально получше. Так. И у нас 5 кусков золота, которые мы разобьем. Да. Получим 20. Итого... Ну, на пару слиточков... Электрума какого-то нам хватит. К примеру, да. И я еще одну лопату сделал из железа вне записи. Говорил, не говорил, уже не помню. Если это поломается... Точнее, если, а когда она поломается... Мы сможем без проблем сделать новую. Да. И... Берем камни из гранита, наверное. Нам надо 8. Чтобы меньше места они занимали, делаем из них блоки. Гранитные. Вот такие, как у нас вот здесь. Не самые красивые блоки, но и не самые отвратные. Поэтому перекрафчиваем сразу без проблем вообще. Тем более, с глиной проблем сейчас нет. Так. Гранит, 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 гранит. И все пока, да? Ну, возьмем мы этот гранит. В принципе, можно эти тоже перекрафтить. Наверное, да. Пойду, наверное, все-таки пока спокойная у нас обстановка. Веток настригу. Быстренько. И по дороге как раз в... Ну, к нашему этому карьеру. Чтобы поубирать всю эту растительность. Нам она не нужна. Пойду-ка я домой. А то что-то стреляют уже. Сначала волк напал, а потом этот еще в спину стрельнул. Но мы хорошо на 2 хп унесли ноги. Окей. Живем. Так, и посмотрим, как у нас тут делишки. Факелы все зажглись. Мясо тоже все готово. Прекрасно. Надо факелов, наверное, еще сделать такие. Ага. Травы 15 штучек всего, да? Понятно. Ну, хоть веток насобирал. И теперь, учитывая, что у нас довольно много глины красной. Ну, и мы накопать там можем довольно большая залежь у нас есть. И она не одна. Красной глины очень много сейчас. Мы можем сделать себе черепицу. Красную красивую черепицу. И сделать из нее потом крышу. Нам 3 кусочка черепицы вот такой вот надо на 2 угловых блока. Или, например, 4 на 2 вот таких вот блока. Мы крафтим ее сразу по 12 штук. В принципе, вполне себе неплохой вариант. У нас есть еще... Где там у нас? Покажи мне синюю глину. Ой, проще так, наверное, посмотреть будет. Из нее мы тоже можем черепицу делать. Вот такую. Она у нас черная получается. Ага. Но синяя у меня, во всяком случае, здесь реже встречается. А красной прям очень много. Поэтому, короче, предлагаю наделать... А, стоп. А еще подождите, подождите, подождите. Кирпичи из красной глины. Обожженные. Потом... Вот так. А, нам нужен строительный раствор, да? Чтобы из красной глины что-то строить. Ну, из кирпичей именно. Гошеная известь нам надо. Где бы надыбать известь? Придется, походу, за известью ходить. Блоки мела. Какие приятные. И мы их получаем... Как мы получаем? Создается... Получается разрушением плиты. Вот. Вот так вот мы получаем две плиты. То есть, нам нужно выдалбывать блоки целиком. А потом их... Ну, блоки, да, вот так целиком. А потом обтесывать их зубилом. И потом мы из них можем делать плиты. Из плит потом можем делать кирпичи. Из одной плиты четыре кирпича. А потом из кирпичей... Вот, боже мой, какая цепочка производства. Жуткое выдалбливание каждого кирпича. Это... Каждого именно блока, например. Это ужасно. Но светленькие, красивые кирпичики можно получить таким вот образом. Ну, да. В любом случае, пока у нас нет... Строительного раствора. Нам никакие кирпичики не светят. Кроме вот таких вот, как у нас есть, да. Кроме саманных, саманных. Ну, короче. Ладно. Значит, делаем пока что черепицу. Вариант, по-моему, хороший. Вполне себе. И делается довольно просто. Шпоньк, 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 шпоньк. Шпоньк. И теперь просто убрать серединку вот эту. И мы получаем 12 черепицы. Этим можно будет заниматься как раз по ночам, когда ничего интереснее из занятий я не придумаю. Когда ковать не хочется, например. Или нечего, да. Вот сейчас нам вроде бы ковать особо нечего. Можно было бы пирогами заняться. Ну, еды у нас запас сейчас небольшой есть. Я, наверное, ее съем, а потом уже буду пирогами заниматься. Мне кажется. Ближе уже к теплому времени года, наверное. Охоже, эти пауки, которые вот это кряхтят на ухо. Кажется, у нас рассвет уже наступает. Зимний паукан. Пять утра, да, уже светлеет потихоньку. Так, два стака черепицы у нас есть. Не знаю, надо посчитать. Ну, или посмотреть потом по итогу, сколько это именно блоков получится черепичных. Ну, да, пока что мы этим заниматься, конечно, не будем. Черепица нам нужна будет для нашего нового дома. Давайте пойдем с пауком разберемся. Я приоделся как раз. А то без брони, конечно, прям очень больно. О, тут еще бросают по нам, да, гадость всякую. Хорошо. Кто там, кто там, кто там? Где-то он здесь был. Вот он. Все, блин, беленькими такими стали, да, маскируются, зараза. Так, щит пока уберем. С добрым утром у тебя. Не паука, пошли разделаем. Но из них ничего не падает. Но шанс на шестеренки есть. Если мы посмотрим... на темпоральную шестеренку, то вот этот вот боуторн, это как раз стреляющий. Вот это боуторн, это стреляющие ребята. Из всех из них при разделывании есть шанс на выпадение темпоральной шестеренки. Но шанс, конечно, может и небольшой совсем. Так, ну хорошо. Идем дальше заниматься карьером. Я броню пока что, наверное, сниму. Но я бы хотел все-таки там пещеру найти. Она где-то там есть, точно. Там рычали монстры. Я их слышал. О-о-о-о-о, тихо. Зайчик тут попался в нашу ловушку. Снегом тоже заметает здесь все снова. Так, ну что? Какие-то звуки мне с подсказкой дадут. Не дадут. А то непонятно, куда к ним копать. Ага, не выйти прямо отсюда. Так. Давайте, наверное, вот в эту сторону пока пойдем просто. Жила кварца тут, конечно, весьма немаленькая. Только не говорите, что еще и снизу тут надо копать будет, да? Давайте в любом случае, наверное, копнем вниз, чтобы посмотреть, нет ли там пещерки под нами. Ну, неподалеку под нами точно ничего нет. Глубже копать, ну, не знаю, смысла нет. О, блин, это два зайца. Я думаю, что это такое страшное тут творится? О, о. Ну, на поверхности нет. Никого. То есть, все-таки, где-то здесь есть пещера. И не с этой стороны. И не с этой стороны, на удивление. Давайте попробуем вот сюда, наверное, прокопать. Может быть, тут кварц еще есть. Теперь я где-то с этой стороны слышу. Так. Ух ты, вот кого я слышал. Откуда ты взялся такой? Блин. Но, да, в любом случае, давайте мы попробуем прокопать просто здесь вниз. На всякий случай проверим, мало ли. Главное, чтобы нам на голову не попадали снова. Какие-то монстры. Неужели я сверху вот это вот его слышал? И никакой пещеры здесь нет вовсе. Это было бы печально весьма. Ну, и я опять кого-то слышал. Ну, там внизу ничего нет. Глубже, опять же, копать не стал, потому что мы слышим где-то монстров здесь неподалеку. Кажется. Но через какое-то время они перестают рычать. Что мне не нравится. И мы теряем ориентир здесь. Непонятно, куда копать. Кажется, понятно, куда копать. Ух ты, заяц, туда решил прям это... И меня чуть не подтолкнул. Хорошо. А, нет, не обвал. Нет, тоже не обвал. Тут у нас... Дыры. Дыры, дыры, дыры. Вообще, нам надо просто вот отсюда чуть-чуть туда копнуть было. Блин. Но можно и здесь лестничку поставить. Перестарался я. Так, одеваемся. Берем щит. И... Ближайшие окрестности в первую очередь факелами заставляем. Снизу я не думаю, что к нам кто-то заберется. Давайте мы лестничку здесь себе сделаем. Интересно, монстры на вот лестницу вот такую заберутся. С расстоянием в один блок, который будет. Так, ну хорошо. Я бы, наверное, здесь еще поставил бы вот так вот блоков немного. Так удобнее спускаться. Ну и теперь можем осмотреться на 40 факелов. Не достал. О, мертвый дрифтер там лежит. Многообещающе. Ну... Давайте поставим, наверное... Где-нибудь лестницу. Так. Так. Как мы тут сделаем? Ну, я там уже что-то вижу. Мы, наверное, сделаем вот так. Чтобы мы спускались с этой стороны туда. Не спеша. Сера. Окей. Как я это вот копать буду, я не знаю. Правда, место не самое удобное для копания. Так. Как мы тут сделаем? Вот так. К примеру. И спуск можно здесь сделать теперь. Окей. Окей. О, это не фонарь. Ну, в смысле, это фонарь. Не факел, в смысле. Селитра. Руины. Так. Еще одни руины. Хорошо. Куча потрескавшегося... Гранита, что не очень хорошо. О. Еще руины. Сломанный статический транслокатор. Это, насколько я понимаю, телепорт, который соединен с другим телепортом. И оба надо поремонтировать, и тогда между ними можно будет перемещаться. И мы еще можем дальше куда-то спуститься. Десять веточек. Хорошо. Деревянная плита. Ящики берем. Этот ящик тоже берем. А, тут уже... Хорошо. Тут некуда спускаться. Большая... Куча металлического лома. Так. Полка. Еще сундук. О. Фартук кузнеца. Прикольно. Это мы возьмем. Медные стрелы. Вообще шикардос. Амулет торговца. Мы его можем... Одеть. Теперь в амулете будем ходить. Бочка металлическая. Что там у нас? Доски древние. Еще один ящик. Так. Ящик хочу забрать. Ящики мы эти можем торговцам, по-моему, продавать. Давайте почистим немножко к транслокатору тут. Место немного освободим, чтобы удобно было. Это что такое мы подобрали? Просто лом металлический. Чтобы починить его, нам надо... Два... Две металлических... Что там? Детали или как эти штуки называются. И потом еще, по-моему, три или четыре темпоральные шестеренки. О, хорошо. Это мы тоже возьмем. Ой. Ну, вроде бы да. Вроде тут все мы забрали, осмотрели. Давайте, наверное, вот эту часть мы перекроем. Нам она не нужна. Факелы, наверное, отсюда тоже пока забираем. Или рановато? Может, рановато. Потом заберем. Надеюсь, не забудем. Так. Селитра. Хорошо. Оу. Мистер Курви Боун Джоу. Сосуд... Для хранения... Дождь? О. О! Это целая люстра. Так, хорошо. Это целая люстра. Мы можем на нее свечи поставить. Она не поломанная. Ничего. Обалдеть. У. Тихо. Тихо. Не убейся. Тут вроде все нормально спланировано. Чтобы можно было комфортно подниматься. А. Ну, может быть, не все. Так. Туда еще вниз тоже интересно будет сходить, посмотреть. Но надо сейчас осмотреться. Тут сверху. Эм. Так. Надо вот это вот, наверное, сломать. А. Я ж... Да. Сундук перенес. Он у меня не там теперь стоит. Давайте разгрузимся. Все остальное нам пригодится. Тут можно дверь будет поставить. Ну, хотя, тут, наверное, не надо. Потому что отсюда никто к нам не придет, да. Так. И сначала нам наверх, потом вниз. Пойдем попробуем забрать люстр. Я надеюсь, ее можно будет реально снять. Целиком. Вот. Серу копать я тут не уверен. Как мы будем. Так. Вот тут она была, да, у нас. Во-первых, поломаем. О. Картина. Может, эту штуку можно поломать? Старинный держ... Бабалдеть! Короче, держатели для факела пока что я сделать не могу. Потому что у меня нет... Как они называются? Цинка, что ли? Или никеля. Держатель для факела у нас только из латуни делается. Ну, или вот эти вот старинные мы можем найти. И нам надо две латунные пластины. На каждую пластину нужно два слитка латуни. И на каждую слиток латуни нужен цинк. Цинк, да. И... Ну, почти половина цинка нужно, да. От шести до восьми кусочков. И у меня столько нет. И там, где у нас был цинк, туда я идти что-то пока не хочу больше. А вот это обалдеть. И люстра, и два держателя для факела. Очень круто. Давайте, может быть, гробик поломаем все-таки попробуем. А, он просто разваливается. Ясно. Окей. Это прям шикарно. Дверь мы закроем. И, наверное, теперь можно факелы вот эти пособирать все. И отсюда мы уходим. У нас там еще одна дверка есть с ящиками. Посмотрим, что там мы интересного найдем. Но здесь нам больше ничего не надо. Возьмем только сразу отсюда... ...всю вот эту селитру, да. Без проблем она быстро копается. Я реально поначалу думал, это просто... ...снегом так заметает эти блоки. Промерзают, типа. Так. Все. И надо не забыть, что тут у нас серый еще есть. Пропустил там несколько факелов. Вернулся, все позабирал. И... Эта часть у нас безопасная. Снизу, по идее, монстры к нам не придут. Могут заспавниться они где-то здесь. И мы, собственно, идем теперь ниже вот туда. То есть, тут нам свет надо. Факелы пока пусть стоят. Давайте посмотрим, что нас ждет здесь. Это мертвый зайка, да. Так. Тоже факел поставлю. Вроде спускаемся нормально. Без дополнительных каких-то усилий. Вот это там дыра, конечно, красивая. Показалось, что там... Стоп. Вода здесь? О! Вода. Ну, ладно, вода и вода. В принципе, ничего здесь интересного нет. Давайте по проспекте, может быть, все-таки. Раз. Раз. Два. И три. С. 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 В. Т. С. 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 Соседний Чанг вышли. Так. Ну, хорошо. В принципе, вот эту всю часть мы можем перекрывать. Единственное, что нам сейчас особо как-то и нечем. Но мы это исправим сейчас. Ух ты, бомбежка. Бомбежка прям пошла тихо. Одного мы грохнули. Уп. Пока я тут перекрывал вот этот проход, ребята сзади прокрались. Они, наверное, за мной спустились с поверхности. Потому что стрелять еще оттуда начали. Давайте я, наверное, броньку сниму сейчас. И перебинтуюсь. Там сейчас уже средняя активность разлома и ночь у нас. Поэтому там темно и спавнятся всякие твари. Пойдем их разделаем, наверное. И тут место такое, конечно, немного стремное. Чуть-чуть оттолкнут меня не в ту сторону. И привет. Тот свет. Сколько? 24 стрелы. Я пока за сегодня ни одну стрелу не потратил. Полностью прям. Это хорошо. Так. А теперь давайте посмотрим, что у нас там. Там очень интересный спуск. Ух. Да. И мы, наверное, по той стене пойдем. Потому что, мне кажется, там проще будет. Немножко перекроем заодно здесь. Лестнички. О, лестниц маловато. Но, я надеюсь, нам хватит. Так. Поставим здесь, наверное, факел. И пошли попробуем спуститься и не убиться. Вроде бы в этом туннеле у нас ничего нет. В самом именно туннеле. Давайте попробуем посмотреть, что там ниже. О, там как минимум трое ребят. Мы, наверное, можем немножко спуститься еще поближе к ним. И потом пострелять. Как-то тут неудобные спуски я сделал. То... То он по мне попадает таки? Зараза. Есть контакт. Так, надо ниже спуститься еще. Как-нибудь... Вот так. Ну-ка. Ну-ка. Угу. Это было мимо. Стрелы сейчас закончатся. Так. И тут факел тоже поставим. Хорошо. Наверное, первым делом сейчас спустимся. Поставим факел. Короче, да, тут пока никого нет. Можем разделать все эти тела. Веревки берем. Ну, в смысле... Нитки. Давайте посмотрим, что нас ждет там. Ну, я бы, наверное, тут еще факел где-то поставил бы. Это нет. Копать не надо. Что-то звуки мне эти не нравятся. Там какая-то руда виднеется. И кто-то по мне уже стреляет. Ну, там реально что-то жесть какая-то. Вроде бы они до меня добраться не могут. А, это кварц. Так, ладно. Я пошел. Я пошел, да. Согласен. Там их слишком много. Нам туда не надо. Может быть, когда-нибудь... Когда... Будет, я не знаю... Побольше защиты. Броня получше. Да, может быть, потом туда попробуем спуститься. Но не в ближайшее время. Это точно. Забавно, что мы из стрелы обратно прилетели. Так, этот факел упадет. Уп! И я вместе с ним. Тихо. Тихо. Ага. Тут я Ctrl нажать не могу, чтобы его разделать. Давайте мы поставим здесь блок, наверное. Факел заберем как раз. И разделаем вот этого товарища. Может, когда-нибудь все-таки выпадет из него что-то полезное. Этого мы, наверное, мечом сможем забить. По-моему, это простенький, который... Ау. Но он тут, кажется, уже не один. А, это они с той стороны. Хорошо. Это не проблема. Ага. И там тоже. Два часа ночи. Средняя активность разлома. Не очень хорошо. У них огромные хитбоксы. Мне это определенно нравится. По ним легко попадать. Так. В принципе, мы отсюда можем, да, полностью уходить. Забирать факелы. Здесь особо ничего интересного для нас сейчас нет. Я надеюсь, он упал. А, он упал. Это хорошо. И отсюда я забираю факел. И там у нас на поверхности, наверное, целая куча... Целая куча тварей. Так. Буру мы так и не нашли. Ну, кстати, пока никого вроде нет. Предлагаю... Забуриться здесь. И покопать. А, сейчас. Как там у нас? Надо проверить. Раз, два. То есть, вот отсюда копаем. Хорошо. Пошли. Ой. Ну, в любом случае, пошли дальше раскопки делать. Тут мы только пока закроем на всякий случай, чтобы нам на голову никто не свалился. И пойдем копать дальше. В разные стороны. Кварц, опять же, золото ищем. А, там вода, да? Там вода. Может быть, еще ниже попробовать? Ну, или давайте попробуем чуть-чуть дальше. Наоборот, вот сюда. Сложно так отсюда снизу сказать, где там вода заканчивается. Но пойдем покопаем в эту сторону. И тут, наверное, факел тоже пока поставлю. О! Руда самородного серебра. Это мне нравится. Тут, оказывается, не только золото, но еще и сразу прям серебро у нас в одной этой жиле. Это интересно весьма. Ну, недаром мы уже тут копошимся, в любом случае. Так. Где-то... Здесь еще я слышу, как будто бы монстр. Вроде бы... Ну, сложно сказать. Может быть и сверху, на самом деле. Ну, вроде бы не сверху. А может и сверху. Как у нас там? Хотя 6 утра уже. Че они там сверху делают? Пора уже спать им. Ну, пока пару туннелей, да, сделал. И кроме кварца здесь ничего, кажется, нет. Сможем, наверное, вот так вот как-то закрыть. И когда там, ну, несколько тайлов уже кварца нет, я немножко прокапываю вниз, насколько там достаю. Чтобы посмотреть, вдруг там туннельчик есть. Но пока... Пока ничего. О! Большой кристалл дымчатого кварца. Вариант второй. Ингредиент. А если мы разбиваем, то получаем 5 дымчатого кварца, из которого можем делать дымчатое стекло. Надо нам оно? Вроде обычное стекло, только чуть более темное. Кажется, не очень интересно. О! А вот это интересно. Кусочек золота еще. О, вот еще немного золота. Забираем. Сюда блок поставим для укрепления. Сейчас у нас активность разлома поднялась. Средней стала. И монстры тут наспавнились в этих коридорах. Будут какашками у нас кидать, понимаете ли. Пойти полутать их, что ли? О, правильно, подходи ближе. Во. А, нет, он присел просто. Давай, подходи. Не хочет подходить, ладно. Ясно. Закрываем. Так. Там у нас вода. Тут нормально. Мы прокопали, но там ничего вроде бы нет, как и там, в принципе. Опять же, да, может быть, натаял выше и, в принципе, еще натаял ниже кое-где. Но там уже копать, наверное, я не буду все перекапывать. Потому что это куча мороки. Пойду пока покопаю вот здесь. Ну, прямые туннели, где удобно копать это все. И, может быть, найдем еще золотишко. Или серебро. На удивление, да, серебро здесь тоже пару кусочков мы достали. Вот золото сверху. Ну, давайте его копнем. И будем надеяться, что ничего не обвалится. Прекрасно. Ничего не обвалилось. Давайте факел поставлю и пойду дальше копать. Так, ну, с этой стороны вроде бы больше уже ничего и нет. И еда закончилась вся, поэтому надо будет пойти сейчас поесть. Да, там уже и вечер, в принципе, скоро. Тут уже небольшой такой туннельчик в эту сторону. Ну, и тут чуть побольше. Тут чуть побольше. Ну, а тут вода у нас. Этот я еще не трогал. Тут стрёмно. Тут тоже, по-моему, вода у нас будет сейчас. Ну, можем немножко копнуть, посмотреть. В эту сторону жила не сильно глубоко идет. Но все золото и серебро, которое я нашел, да, вот эти 5,2 кусочка. Ну, у нас там по сундукам еще, может быть, парочка кусочков лежит, которые я до этого складывал. Короче, все золото и серебро у нас не глубоко в жилах, а вот по вот этой центральной относительно. Недалеко там, вправо-влево, буквально пару тайлов и все. И оно там. А в глубоких туннелях я, по-моему, далеко не находил. Если я не ошибаюсь. Хотя на потолке там вот то, что было, да, совсем недавно найдено. Оно относительно... О, еще кусочек. Хорошо. И мне кажется, тут уже заканчивается кварц. Дальше копать уже нет смысла. Немного вниз. Все же пройду, посмотрю. Вниз, ну, как бы... Вниз это не вверх копать, да? Вниз нормально еще. Но ничего нет здесь. Хорошо. Эту можем тоже закрывать, но закрывать нечем. Закроем потом. В другой раз. Но в эту сторону туннели довольно длинные получаются. И нам, как минимум, этот туннель еще хотелось бы прокопать. И, в принципе... В принципе, вроде все. В эту сторону давайте сейчас посмотрим. Снег проклятый. А, ну да. Тут я еще тоже не докопал. И раз-два получается. Есть ли тут кварц? По-моему, нет здесь кварца уже. Хорошо. То есть, нам осталось прокопать вот этот вот туннель. И, может быть, вот этот вот. Но там, опять же, вода. И, может быть, там ничего не получится. Ну, разве что вниз опускаться. Но такое. Так, забираем факелы. И, в принципе, идем отсюда вам. Ага, тут золота у нас нет. Но здесь у нас есть более интересные трофеи. Это мне определенно нравится. Картина. Из сундучка нам выпала. И все остальное вроде бы нам пока не надо. Сундуки. Ну, в смысле, ящики. Возьмем. Все остальное перенесу потом как-нибудь. Итого у нас получилось 11 кусков золота. Кстати, это обильное. А ну-ка, давайте мы поломаем, попробуем его. Может быть, мы из него прям очень много кусочков. Нет, по 4 так же. 44 получили. И, может быть, давайте серебро вот это тоже поломаем. Все, которое у нас есть. А мы, наверное... Да, не кричи ты, не кричи. Ну, что ты? Так, меньше места оно занимать будет. 59, да. И вот это сюда можем положить. 49 и 59 у нас есть. Давайте посмотрим... Я пойду по нем, наверное, ладно. Не буду мучить персонажа сильно. И давайте посмотрим, сколько у нас по выплавке получается, если мы будем плавить электром. Нам, по большому счету... Без разницы там. Электром немного более экономным получается, потому что мы тратим... Можем ли мы добавить... О, можем. В принципе, вот так вот. То есть он экономно и более получается, потому что мы его можем не 50 на 50... Соотношение брать, да. А можем немножко варьировать 40 на 60, например. И таким образом мы, кстати, да, можем получить, если еще... Если еще, может быть, серебра добудем, например, да, то можно будет больше сделать. Но все равно это всего лишь 5 слитков. То есть я поломал практически железную кирку. И... Потратил несколько дней на раскопки этого дурацкого кварца ради 5 слиточков электрума. Да. Не густо. Но пещера у нас зато получилась прям... Невероятно продуктивной и полезной, потому что мы можем поставить люстру... И на нее поставить свечей. Может быть, сюда ее поставить? А то она как-то высоковато, далековато. А, нет, здесь у нас будет факел. Здесь нам... Нужен факел где-нибудь вот так... В держателе. Это уже будет освещение неплохое. А факел вот этот вот мы можем забирать дежурный, который раньше был дежурный. Нам уже он не нужен. И тарелочки вот эти мы тоже можем, в принципе, забирать, я думаю. Сейчас посмотрим. Ну, как минимум, их можно будет переставить по-другому немного. Ну, и здесь тоже мы поставим... Может быть, здесь вот так вот факел. И эту штуку можем забрать. Немного темновато. Хочу ее поставить все-таки, пусть стоит. И этот факел дежурный тоже можем забирать. Он нам тут не нужен. Из держателя мы удобно берем факел, зажигаем, ставим обратно. Красота. Максимальное удобство. Так. Ну, и... Вообще, как будто бы здесь хочется света добавить больше. Хотя тут, да, у нас две эти стоят, но темно весьма. Бум. Давайте поставим. Можно, наверное, даже... Где у меня дубовые? Вот здесь бревна. Можно попробовать вот так вот балку эту продлить, центральную. И вот так вот поставить люстру. Низко, да. Но зато освещение будет хорошее. Но нужно сделать еще немного воска. Давайте возьмем... Повыжимаем мед. И сделаем свечей. У нас есть теперь кувшины. А, все правильно. Че я? Все, выжимаем. Че-то я поначалу не то делал. Нормально можно в кувшин выжимать. Это я пью. О! И с шифтом я вылил. Но... Ну ладно. Короче. А, вот. Нет, подождите. 1.6. Это я, наверное, лишний раз просто нажал. Давайте выжимаем еще. Это не то, что я хотел. Совсем. Честно. 3 литра. Наверное... Наверное, 3 литра тут максимум. Потому что вроде больше не выжималось. А персонаж начал есть. И мы можем теперь этот мед из кувшина прямо добавлять в котелки с блюдами. Когда захотим. Окей. И у нас есть 15 воска. Как мы из него делаем? Свечи. Ага, вот так. Что там, кстати, еще из него интересного? Лук. Ну, в жир проще, наверное. Можно в глиняный горшок налить. Типа, да? Насколько я понимаю. Сыр. Молодой сыр. Ну, к тому времени, как мы до сыра доберемся. Я не знаю. Мы можем уже доить большерога нашего этого. Но... Она агрессивной станет. И мы умрем. Поэтому я не хочу. Я пока без сыра буду обходиться, наверное. Короче, делаем 5 свечек. И добавляем все эти свечки сюда. Мы можем, кажется, еще добавить. Раз. Два. Как минимум. Две свечки. Смотрите, какое освещение хорошее. Мы, на самом деле, и по центру могли бы повесить. Красота. А можно было бы, наверное... Знаете, еще как сделать? Блин, натуре было бы прикольно. Мне кажется. Взять кусок забора, например. О-о-о. Вполне. Вполне прилично. Так. Еще перестановочка. Сразу так темно стало. Вполне прилично. И еще добавим. У нас будет полностью освещаться вся наша... Весь наш дом, в общем. С этими балками мне, на самом деле, нравится. Давайте мы возьмем еще. Ой, не туда. Опять волки. И белый кувшин. Прикольно выглядит довольным. Мы его, наверное, на кухне, может, поставим. Я даже не знаю. Разницы в плане хранения, я думаю, не будет. Но давайте еще сделаем пару свечек все же. И один кусочек вставляем, чтобы его не съесть случайно. И еще пять свечек. Так. Хорошо. Они стакаются. Удобно. Вообще, мед, наверное, весь можно перенести туда вниз. Нам он сверху и не надо. Тем более, места здесь, в принципе, хватает. Жир сверху оставляю. Можно и вот эту вот еду. Я думаю, корни нам уже, камыша, не понадобятся. Я их собирал, оставлял на голодный день. Вдруг, вдруг прям совсем есть нечего будет. Ну, красота. Смотрите, какая. Это прям лучшее, что мы можем найти, наверное. Ну, не лучшее, может быть, да. Но очень крутая вещь, которую мы можем найти в таких вот руинах под землей. Потому что скрафтить мы не можем люстру. Ну, раньше не могли. Давайте сейчас посмотрим. Да, люстра у нас только вот эти вот варианты есть. И причем целая, да. Не обломки вот такие, которые тоже могли бы быть, а целая. Ну, и держатели для факелов. Это прям очень удобно. И у нас еще картина есть. Давайте подумаем, куда мы ее повесим. Сюда, что ли? Ммм, не. Ну, тут тоже как-то не очень. Ладно. Да и в подвальчике в нашем гораздо темнее будет здесь висеть картинка. Ну, как-то так. Да замолчи-то уже. Ну, хорошо. Мы на этом серию будем, пожалуй, заканчивать. И в следующей серии, наверное, пойдем буру искать. Или буру. Как? Как? Ну, короче. У нас есть место, где она в промилях отображается при проспектинге. Надо будет попробовать поискать как-то. Покопать, может быть. Я вне записи, может быть, сейчас еще кирку сделаю еще одну, потому что эту мы практически сточили. У меня же запасной еще нет. Вроде да. Надо сделать. Ну, вот. И пойдем в следующей серии на поиски буры. Или буры. Ну, в общем, пока что. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok